Всем привет, с вами Деревар. Ну что, продолжаем играть игрушку DOS Survival и сегодня у нас эксперимент по открытию вот этих бесплатных ящиков. Откуда этот эксперимент родился? Я выпустил первый видос по DOS Survival и здесь максимально накинулись люди по поводу того, что игрушка голимая, говно, всё плохо, не снимай вообще отстойно, невозможно играть, очень-очень-очень сложно, разработчики ничем не дают, ничего не помогают, всё настолько плохо. И в комментариях где-то написали, что из этих бесплатных сундуков ничего красивого, ничего классного, ничего крутого выпадать не сможет. И мне стало любопытно, да или нет, будут выпадать вещи какие-нибудь реально крутые, либо не будут. Потому что когда-то давным-давно я снимал по Last Day похожий ролик, я там пытался что-то выбить и в Last Day, вот серьёзно вам скажу, вообще ничего не выпадает. Вот просто тупо мне за, я не знаю, за 100, за 200 открытий выпала один раз какая-то пушка. В Last Day вообще максимально накрутка отстойная. И мне стало любопытно, а в дозе есть накрутка, либо нету, будут мне хоть какие-то реально дельные пушки выпадать, либо не будет. Потому что здесь ярболит, УЗИ, вот эта палка самая первая, самая, ну, самая говняная, ну, хотя бы пушка. Плюс топор рейдера, плюс золото, ну, вот это говно во втором ряду. Мне реально было любопытно, будет ли вот с этого ряда что-то выпадать из этих сундуков. Поэтому в данном видосе сегодня 50 открытий, 50 открытий подряд. И мы вместе с вами проверим, будет там что-то выпадать, либо не будет. А под видосом вы можете найти мои личные ссылки по скачиванию и на iOS, и на Android, если вам любопытно, что эта игруха из себя представляет. Ну, и вам нравятся такие выживалки. И сразу же погнали. Я уже здесь полностью максимально все видосы поукрощал, чтобы не смотреть рекламу, не смотреть ставки, не смотреть загрузки. Просто сразу открытие. И сразу же палка. Просто тупо сразу же палка. При том, что она шла, сразу же вторая. То есть первая палка мне выпала в видосе, который я снимал самым первым. И сходу же следующая палка. Я такой, типа, нихрена вообще такое возможно? Просто две, ну, две палки. Потом следу просто топор рейдера. Я такой, типа, кто-то мне жаловался про накрутку. Кто-то мне жаловался, что никаких дельных вещей не выпадает. Серьезно? Еще одна палка. Я такой, типа, ээээ, чего? В Last Day вообще даже близко ничего такого не выпадало. Просто от слова совсем. А здесь реально буквально там в десяти открытиях и топор рейдера, и там три палки. Это реально круто. Вот это реально для начальных лвелов очень-очень сильно помогает. Потому что ты еще не понимаешь, где там супер-мега накрафтить этих какого-нибудь Виапона, каких-то пушек. И у тебя здесь бесплатное. Посмотрел рекламу, получил. Посмотрел рекламу, получил. И вначале, сразу оговорюсь, вначале все шло очень хорошо. Просто нереально хорошо. Прям вообще топово. И я подумал, что, блин, наверное, все-таки не так уж плохо. Наверное, все-таки люди сгущают краски. Правда, потом чуточку пошло как-то не очень. То есть, потом уже палок так много не было. Потом уже топоров рейдера не было. Но все это вело к чему? Все это вело к реально хорошему, крутому призу. И это, конечно же, вы понимаете, это, конечно же, не тряпки. И это не шкур. И это не хавчик. И это даже не золото. Реально, все велось, велось, велось к хорошему призу. Потому что я уже начал, на самом деле, немножко отчаиваться, что мне перестали выпадать какое-то оружие. Но после нескольких неудач мне выпало УЗИ. И вот здесь я офигел. Огнестрел. Я понимаю, что он для топовых игроков вообще никчемный. То есть, ну, просто самый обычный. Но мне, когда ты только начал, ты там реально 15 левел, тебе выпадает огнестрел. Серьезно? Серьезно? И вы будете говорить потом, что на начальных левелах очень-очень все плохо. Что ничего с этого бесплатного сундука не выпадает. Огнестрел мне выпал. В Last Day такого даже вообще не снилось. Реально, мне один полмолот выпал. Это единственное, что мне выпало в Last Day вообще за 100, за 200 открытий. А здесь и топоррейдер, и палки, и УЗИ. Реально, и УЗИ. И я уже после того, когда мне выпало УЗИ, я уже понял, что этому видосу 100% быть. Потому что настолько классных призов мне вообще раньше из бесплатных сундуков не выпадало. А здесь ты посмотрел рекламу и получил. Мне даже не надо было напрягаться. Мне не надо было никуда выбегать, ни с кем сражаться, ничего делать. Просто зашел, врубил рекламу. Пока смотришь фильм. Пока смотришь какой-то ролик на Ютубе. Пока чем-то другим занимаешься. Просто посмотрел рекламу, нажал одну кнопку. Бесплатно провернуть этот сундук. И все. Да, конечно, после того, как выпало УЗИ, мне начали выпадать вообще максимальный хлам. Я такой, типа, чего? Почему так все херовенько? Не, на самом деле и золото выпадало, и еда выпадало, и алкоголь это дополнительным характеристикам выпадал. Все это выпадало, но после того, когда выбил УЗИ, пушек стало чуть меньше. То есть, ну, уже там по две, по одной подряд, или там топор рейдера чередовался с этой палкой. Нет, такого уже, конечно же, не было. Уже стало чутка похуже, но все равно. Это УЗИ, оно реально просто максимально скрасило. И да, я делал 50 открытий подряд. Все равно мне было любопытно, чем же это все закончится. Можно ли еще что-то выбить? Потому что после УЗИ самая крутая вещь, которая здесь есть, это был арбалет. И вот именно на арбалет вообще вся надежда была, что я выбью арбалет. Мне было максимально интересно дооткрывать этих 50 раз, чтобы посмотреть, будет у меня арбалет, либо не будет. То есть, будет, чем похвастаться перед вами, либо не будет. Вы в комментариях, на самом деле, можете написать, какой самый крутой приз вам выпадал из этого бесплатного сундука за рекламу. Если это арбалет, пишите. Если УЗИ, пишите. Если только палка, пишите. Если вы ничего вообще не выбивали, вот реально, ну, тоже напишите, мне будет любопытно. Возможно, это просто мой аккаунт такой хороший, и мне здесь выпадают какие-то пушки, какое-то все. Может быть, у вас с аккаунтом что-то не так, и вам таких крутых призов не выпадает. Короче, давайте здесь я немножко быстрее мотану вперед, то есть, с Х2 скоростью это открытие, потому что дальше мне выпадали палки. Дальше мне еще выпадал топор рейдера. Дальше мне еще выпадало золото. Все это мне еще выпадало. То есть, плюс-минус каждое 10 открытий, мне все равно что-то дельное да выпадало. Ну, то, что мне реально пригодится. Просто шкуры мне не пригодятся, тряпки. Мне тоже там просто вышел на любую локу этих тряпок просто раз-два, и все, и ты уже насобирал этих тряпок. Нет. На самом деле, из палок, из топора оффрейдеров, из золота мне еще выпадало. Но больше чего-то крутого, типа УЗИ, либо типа арбалета, мне не выпало. Именно поэтому мне и любопытно, кому-нибудь из вас выпадал арбалет, либо не выпадал. И получилось, на самом деле, я просчитал, за 50 открытий мне выпало одно УЗИ, мне выпало 5 палок, мне выпало 3 топора, и мне выпало 50 голды. То есть, два раза по 25. Соответственно, я считаю, что это не успех, но это действительно того стоит. И это не такой плохой бесплатный сундук для всех абсолютных игроков, даже для новичков, даже для опытных, на которые надо гнать, и что с него ничего не выпадает. Единственный, самый главный нюанс из всего этого открытия, что здесь не чередуются награды, вообще никак. На самом деле, мне кажется, можно было бы менять эти награды, как лаздаечки, чтобы как-то они чередовали, чтобы что-то хоть другое могло выпасть. А так ты плюс-минус все одно и то же знаешь. Ну, единственное, что эти грибы, эту изоленту, либо эти тряпки, либо кожу, все можно настакать в какой-то определенный сундук. Это не разные вещи, это не разная еда, это не разные какие-то металлоломы или материалы. Это все одно, что можно насобирать. Соответственно, вот такие сундуки, соответственно, вот такой эксперимент. Ну, у меня все. Ждите следующий видос по поводу открытия вот этих сундуков абсолютно всех. Это в следующем видео. С вами был Андрей Вар. Ставьте лайки, пишите комменты и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok